здравствуйте друзья в сегодняшнем уроке вы увидите у у у у у у Субтитры создавал DimaTorzok Прежде чем мы продолжим, посмотрите небольшую часть уроков, которые вы получите, если приобретете полный курс. Субтитры создавал DimaTorzok К каждому уроку, который будем публиковать на ютубе. Не потому, что мы этого хотим, а потому, что мы нуждаемся в вас. В вас, тех, кто уже покупал, покупает или будет покупать наши курсы. В вас, тех, кто оказывает нам поддержку, делая пожертвования, независимо от их размера, обращаемся к вам с искренним сердцем и открытой душой. Наше ютуб-сообщество собрало, собирает и будет собирать людей, которые ценят знания, личностное развитие и поддержку друг друга. Мы невероятно благодарны каждому из вас за то, что вы здесь, за вашу активность, за каждый лайк и комментарий. Благодаря вам наш труд приобретает смысл и вместе мы создаем что-то по-настоящему ценное. Но в этот момент, как никогда раньше, нам нужна ваша поддержка. Чтобы мы могли продолжать делиться знаниями и создавать качественные материалы, мы полагаемся на вашу помощь. Так сложились обстоятельства, что в данный момент наши курсы могут быть приобретены только за пределами России. И ютуб также учитывает только просмотры из других стран. Поэтому мы обращаемся к тем из вас, кто находится за пределами России, с просьбой поддержать нас небольшим пожертвованием, кто сколько может. Будь вы в Германии, Украине, Финляндии или где-либо в Европе или мире. Ваши пожертвования помогут нам продолжить вести канал, улучшать качество контента и создавать еще более полезные материалы для всех, кому они нужны. Вы можете поддержать нас, сделав пожертвования через PayPal или Револют. Вы также можете стать членами нашего ютуб-канала или поддержать нас через кнопку SuperTanks. Можете также стать участниками нашей страницы на Patreon, где мы выкладываем записи наших мастер-классов и вебинаров, а также размещаем курсы, которые уже доступны и будут добавляться в будущем. Все наши курсы мы загружаем на нашу страницу в Patreon, все ссылки находятся в описании под видео. Мы вкладываем много усилий и времени в создание курсов, чтобы развиваться вместе с вами, и покупка курсов станет значительным вкладом в продолжение нашей работы. Каждая ваша поддержка, покупка курса или пожертвования – это вклад в общее дело, которое мы строим вместе. Давайте не останемся равнодушными и поможем друг другу в это трудное время. Вместе мы сильны, и я верю, что мы сможем преодолеть любые преграды. Спасибо вам, что вы с нами на этом пути. Благодарим вас от всего сердца. Благодарим вас. Благодарим вас. Благодарим вас. Благодарим вас. Благодарим вас. Благодарим вас. А теперь давайте продолжим. У нас белого цвета, белую краску мы использовать не будем. Сегодня нам понадобится всего лишь две кисточки. Кисточка номер 2 и кисточка номер 3 или 4 для раскрашивания больших полей. Но большого крупного рисунка сегодня у нас не будет, поскольку мы рисуем сегодня на половине листа формата А4, а у меня формат А4 расположен перед экраном для того, чтобы показать вам, из чего будет у нас собрана наша композиция «Золотая зима». Есть у художников различные сочетаемости цветов, и некоторые из них имеют название. В данном случае присутствие белого цвета, как листа, золотого цвета, золотое и белое, называется явление. Ну а черный цвет, как и белый, он охромный, поэтому фактически мы здесь делаем только золотым цветом. Я сейчас покажу, у меня есть несколько оттенков золотого цвета, у меня есть фирмы Тури красочка золотая, золотой шелк. Я просто баночку из-под гуаши развела сюда, его пожиже. Есть фирмы Тури мандариновое золото, вот такое вот, но оно менее укрывистое. Есть розовое золото, у меня такое вот есть красивое, поэтому в зависимости от тональности золота у вас будет по-разному смотреться эта работа. Мне больше подходит золотой шелк или золото Маджестик, так как оно максимально приближено к цвету золота, который у нас используется в ювелирке. Именно этот цвет с белым цветом составляет такое вот праздничное настроение, явление. Итак, нам нужно сформировать некую деревню, в центре которой будет стоять храм. Ну, деревня-то я зря сказала, поскольку деревня мы будем рисовать селом, именно селом называлось поселение, где была церквушка. Поэтому мы можем нарисовать церквушку деревянную, например, на деревянной церквушке будет одна луковка. А также мы можем нарисовать церквушку с ансамблем, с колокольней. Мы с вами уже рисовали домики. И я начну, пожалуй, с них. Напоминаю наши домики. Буду вот так в рядочек рисовать. Итак, одно дело, мы раскрашиваем домик коричневым цветом, покрываем снегом. Здесь у нас же этого нету, поэтому мы будем использовать навес снега над крышей, над нашим домиком, так, чтобы это было похоже на зимнее, на снежное, такое покрывало на крыше домика. Итак, я рисую сначала домик. Вниз веду линию. Вот так. Вот, и теперь показываю, как будет снег лежать. Снег у нас будет вот так лежать, мягко очень, здесь. Здесь он будет где-то съезжать, здесь будет тоже обвисать. Вот таким образом все остальное у нас рисуется одинаково. И заснежено, конечно. Здесь мы нарисуем, например, чтобы нам не углубляться, мы можем спрятать трубу с другой стороны крыши. Также мы можем пририсовать здесь какие-то домики. Давайте нарисуем сейчас храм деревянный, который вот на срубе домика нашего будет находиться луковка. Мы тоже самое делаем, но только делаем немножко повыше домик наш. Повыше. Вот и вся разница. Обратите внимание. Дальше сделаем таким образом. Вот эту часть мы вот так вот, вот сюда так вот заснеженную опускаем. Здесь опускаем, а вот здесь мы оставляем маленькое такое окошечко, маленькое. Здесь у нас будет навес впереди. И здесь мы нарисуем нашу дверь входную. И здесь могут быть какие-то, здесь могут быть балясины, которые впереди идут. Но чтобы нам это не вырисовывать, мы можем в виде вот таких полукружочков нарисовать. Будет похоже на то, что у нас здесь вот этот вот снег идет спереди. Дальше мы делим нашу крышу воображаемую на две части. Чуть-чуть ближе сюда рисуем, чем назад. И рисуем нашу луковку. Луковку рекомендую рисовать таким образом, чтобы она была сначала типа овальчика, а потом устремленную вверх. Крупную луковку мы не рисуем. Вот здесь оно может быть крупновато. Мы часто, вот если вы посмотрите, вот здесь тоже снежок, мы можем запорошить нашу красивую циркушку. Луковки бывают очень тоненькие, удлиненные. И поэтому здесь мы можем по-разному их обыгрывать. Дальше давайте сделаем немножко конструкцию другую. Мы нарисуем крышу. Здесь снежок, как куполок. Здесь снежок, барабанчик. Здесь у нас луковка будет по центру. Крыша вот такая будет у нас деревянная. Она может быть где-то даже занесена, как шапочка такая, занесена снегом. Окошко может быть. И вот эту циркушку мы можем поставить за нашими домиками. То есть домики могут прикрывать наше пространство. Таким образом мы будем избегать некого четкого вырисования нашей формы. Можем сюда нарисовать, мы можем домики сюда нарисовать. И таким образом, нарисовав здесь некие деревья, мы можем обыграть нашу такую вот композицию с одной такой часовинкой, которая стоит отдельно. Также мы можем порисовать с вами уже ансамбль. И посложнее немножко взять его, выполнить его на одной линии. Берем одну линию, низ рисуем. Здесь у нас делим таким образом, чтобы вот эта линия была больше. Это крыша наша. Здесь у нас окошки. И вот таким образом у нас здесь будет находиться такая длинная наша аллея, которая соединяет наш колокольню, которые состоят из трех ярусов. Три яруса. С выступами можем сделать, не с выступами. Здесь мы нарисуем колокольню. Так, так. Здесь можем окошки дать. Я показываю. Здесь, конечно, у нас есть всевозможные пристройки, крылечки, входы. Но это все очень долго рисовать. И нарисовать куполок. Можем барабан и маленькую луковку. Вот такого плана мы можем нарисовать. Это буквально уже у нас как типа монастыря какого-то. Сюда можем нарисовать домик. Саму циркушку нарисовать только. Вот, заснеженную сделать ее. То есть вот. И достаточно нам заснежить наш вот такой вот мирок. Вот здесь домики можем сформировать. Здесь домики вот эти вот опустить. Домики. Сзади нарисовать деревья. Вот, пожалуйста, у вас уже еще один ансамбль появляется. Ну, я хочу поговорить с вами о другом ансамбле. Я хочу сделать три купола на храме. И нарисовать деревушку. Давайте нарисуем эти купола. Три купола. И поэтому сначала мы делаем ровненькую. Вот я делю пространство пополам. Здесь у меня будет циркушка. Куполок наш. Здесь заснеженность. Дальше идет высокий барабан. Начну вот так сверху рисовать. И вот здесь по бокам у меня будут тоже куполочки. Поменьше. Теперь мы рисуем наш храмик. Мы рисуем его таким образом. Сюда окошко. Сюда окошко ровненько абсолютно. Здесь. Вот наш вот. Мы здесь все снегом прикрываем. Не для того, чтобы я могла вам рассказать. Это вот закомарные перестройки. Ну, это архитектурные названия. Они здесь особо нам и не нужны. Потому что они будут у нас только мешать. Нам нужно построить максимально просто. И в то же время очень четко. Наш храмик. Здесь мы сделаем окошки. Здесь вот заснеженные навесы. Вот. Сюда мы можем нарисовать маленький. И какую-то часть пристройки. И уже здесь мы можем закрыть эту пристройку, прорисовав наши вот эти вот домики. То есть не нужно нам углубляться в постройку. Нам надо закрыть их таким образом, чтобы они у нас были в окружении, как говорится, как говорится, наших домов. И мы создадим. Все окошки будут смотреть у нас с правой стороны направо. С левой стороны будут окошки смотреть налево. Здесь по праву иллюстративного жанра мы имеем право сделать все в одинаковом виде. И домики, отдаляясь от нас, не будут уменьшаться. Это у нас создастся очень интересная такая вот история. Как мы будем рисовать наши кустарники? Кустарники мы будем закрашивать золотым цветом, а потом внутри будем разживлять черным цветом. Например, кустарники золотые, черные. А, большие деревья, значит, вот таким образом. Тоже там будут веточки кое-где, не везде. А также, например, можно сделать березу. Вот, например, у нас наша береза. Прежде чем мы продолжим урок, еще раз хотим поблагодарить каждого, кто приобрел наши курсы или сделал пожертвование. Вы можете продолжить поддерживать нас через PayPal, Revolute и Patreon. Вы также можете стать членами нашего YouTube-канала или поддержать нас через кнопку SuperTanks. Благодарим каждого из вас, где бы вы ни находились в мире. Она будет у нас такая вот. Я так карандашиком здесь нарисую. Вот, березу мы можем изобразить. Так как у нас будет ночь, нам надо нарисовать полумесяц. Для полумесяца мы берем шарик, потом отделяем, иначе у нас будет он кривой. Вот, и создадим дальше елочки. Елочки, елочки будут черного цвета и выполнены будут по графике. Как они будут сделаны у нас? Они будут сделаны таким образом, чтобы, вот как я рисую сейчас карандашом, так и будет у нас кисточкой. То есть они будут у нас условные. Их можно рисовать вот так. Видите, с одной и с другой стороны. Вот у нас уже есть елочка. Нету здесь моментов очень подробных. Также мы нарисуем с вами заборчики. Заборчики нужно показать, что они у нас в снегу. Поэтому нам нужно как-то их прикрывать. Вот так. Все мелкие части у нас будут черного цвета. Кроме снега, снег у нас будет золотыми точками ставиться, группами золотых точек. Ну и теперь, после того, когда мы немножко познакомились с постройками, нам нужно сформировать композицию на половине формата А4. Теперь поговорим о композиции. Сейчас я отрежу половинку листа. Вот так. Половинка листа формата А4. Так. Теперь мне нужно будет здесь. Вот так, чтобы не бликовала наша история. Теперь мы отходим. Таким образом ставим точку на одинаковое расстояние здесь и здесь примерно полтора сантиметра. Эти точки держат нашу открытку будущую. Полтора, может быть. Не знаю. Здесь сбоку будет сколько сантиметров. Да, полтора сантиметра примерно. Мы можем очертить, мы можем сделать вот такими черточками. Для некоторых очень как раз актуальны и виднее черточки, чем просто полосочки. И связано это с тем, что линия почему-то не воспринимается как ограничительная черта. Я с этим уже сталкивалась не раз. Поэтому могу сказать об этом. Так. И теперь мы рисуем нашу композицию, которую мы выбрали. Нам нужно правильно сформировать нашу историю. У нас будет, делим лист на три части, на нижнюю часть, поднимаем кверху. Вот здесь у нас будет наша луна. Ну, где-то здесь. Вот пусть будет у нас здесь луна. Вот наша луна. Значит, здесь у нас, так, мы делаем. Вот в этой части, и здесь мы на три части разделим, наша деревня будет находиться вот в этой части. Это будет абсолютно точное исполнение. Итак, я возьму немножко, практически по центру, чуть-чуть левее, сделаю, разделю нашу полосочку левее. Вот у нас центральная линия, чуть-чуть левее. Вот это будет история нашего храмика. Мы находим его высоту. Можно сделать невысокий храмик. Луну мы можем сдвинуть повыше. Она у нас на небе. Хотя, как бы, постройка церковная, она самая высокая является. Но здесь нам нужно поиграть. У нас же здесь кресты, поэтому, да, луна будет у нас выше. Дальше мы рисуем наши купола. Так. Потом мы рисуем наш храмик. Так. Это я. Здесь домик. Пока без снега. И уже здесь буду делать домики. Раз домик. Они у нас закрывают нашу. Сюда домик сделаю. Сюда навес. Сюда навес. Вот сюда два домика. Сюда два домика. Вот так. Здесь сарайка. И распределяем наши деревья. А значит, деревья у меня вот здесь березка на переднем плане. Мы снег не рисуем. Мы черточками черными сделаем. Можем торопинки нарисовать. Здесь добавим. В этой части противоположно. С березкой добавим сюда. Построение в виде заборчика. И дальше мы здесь сделаем наши деревья. Деревья. Кустарники. Ёлочки, конечно же. Ёлочки треугольные. Можем две, три. Можем сюда показать. Смотрим. Сюда можем поставить. Очень сильно не увлекаемся. В общем, мы рисуем до вот этой линии. Можем сделать ее покороче. У нас остается воздушное пространство. Его мы будем обхватывать неким облаком. И будем ставить точечки снег. И вот таким образом у нас с вами будет сформирована наша композиция. Я вот эту вот уберу неправильную свою группировку. Сейчас я беру бумагу. Разделю ее. И буду рисовать уже твердым карандашом на нашем листочке бумаги. И чтобы у нас, во-первых, не пачкался лист бумаги. Это всегда очень заметно. Потому что приходится потом стирать резинку. А это уже не очень удачное. Так. Вот так. Взяла я теперь карандаш 3B. Очень острый. У меня был 12B. И вот таким образом отхожу. Точечками рисуем. Показываю. Сейчас я буду рисовать таким образом, чтобы у вас эскиз... Вот я рядышком его положу, наверное. Чтобы эскиз у вас был перед глазами. А я буду... Не буду срисовать. Просто буду рисовать. Здесь на 1 треть у меня... Так. Надо руки вытереть влажной тряпочкой. А то мне пачкается. Вот. И теперь я рисую наш храмик. Так. Ага. Вот сюда. На одном уровне беру. Выстраиваю. Я делаю без снега. Потому что снег я буду рисовать сразу карандашом. Это гораздо удобнее делается. Карандашиком. Чем рисовать при помощи... Сразу снег рисовать. Это конструкция снега такая. Будет нам путаться. Поэтому мы делаем просто прямые линии. Везде прямые линии. Все. Можно сделать полукруглые окна. Можно их закрыть потом снегом. Здесь можно вот такую колонну поставить. Сюда можем домик наш построить. Так. Так. Один домик есть. Сейчас второй домик построим. Туда. Сзади. Второй домик. С этой стороны можем построить домик. Все время художники они... Вот я сделаю здесь сараюшку такую. Мне хочется ее поставить. А здесь уже сделаю этот домик. Вот так. И навесик какой-нибудь сюда. Так. С этой стороны мы все сформировали. Здесь мы нарисуем наши деревья. Так. Здесь у нас будет заборчик. Идем сюда. Так. Здесь у нас с вами не хватает домика. Явно. Мы сейчас его нарисуем. Давайте еще домик здесь нарисуем. Давайте маленький домик нарисуем. Вот так вот сюда. И здесь будет стоять у нас береза. Береза. Можем елочку впереди поставить. Можем две сделать. Поскольку у нас здесь утяжеление будет на эту сторону. Так. Елочки сюда у нас будет. Здесь будет деревья. Вот. И здесь у нас будет луна. Вот таким образом. Все. Теперь мы берем и рисуем сразу золотой красочкой. Почему? Потому что золотая красочка долго сохнет. Мы сейчас ей кое-что нарисуем. И потом будем рисовать черной кисточкой уже. Золотая краска долго сохнет. И нам надо ее сделать плотненько. Так. Так. Кротненько. Золотые купола. Месяц. Месяц. Так. И деревья. Как правило. Чтобы золото смотрелось на бумаге хорошо. Его нужно накладывать 2-3 слоя. Мы один слой берем. И золото оно не блестит после первого слоя. Но вот когда она приобретает такую пленочку защитную. Тогда золото будет более блестящим. И будет очень интересно смотреть на него. И потом нам же нужно его разживлять. Не знаю, сумею ли я сделать это, чтобы сделать нам второй слой. Пусть хотя бы один слой. Закрасим. Закрасим. С самого детства мы ходили на пленэре и рисовали разные церквушки. Я ездила в Вологду. Рисовала в Вологодский храм. У меня, кстати, остались мои детские все рисунки. Зарисовки где-то с 10-летнего возраста. У меня остались всякие всевозможные церквушки. Я вижу, как у меня отблескивает золотая красочка. Сейчас я попробую убрать немножко повыше лампу. Чтобы она не так отблескивала. Ну-ка. Вот так, наверное, сделаю. Влажную тряпочку сбоку. И теперь возьму гуашь. Ну, вообще могу сказать вам, дорогие друзья, вы здесь можете использовать тушь. Тушь или темперу, или черный акрил. Нет, акрил не надо. А гуашь можем или тушь. Ну, вот у меня есть тушь, но я хочу быть вместе с вами. И что здесь очень важно? Здесь очень важно иметь проверенную кисточку. Лучше всего иметь две кисточки. Например, кисточка, которая имеет вот такой вот, обратите внимание, вот такой скос. И кисточка тоненькая, та, которая вас не подведет. Дело в том, что мы с вами рисуем графику. И здесь очень важно делать изящные полоски. Сейчас объясню. Так, пока у меня сохнет мой лист бумаги. Сейчас я вам покажу, какую мы линию будем рисовать. Есть линии абсолютно одинаковые по толщине. Это прямые, например, линии. Мы нажимаем и стараемся вести одинаковой толщины. Здесь у нас мы будем использовать линию, которая используется для рисования икон. То есть линия, она живая, то есть она такая тоненькая. А теперь давайте продолжим с уроком курса. Опять тоненькая, таким лучиком. В эту точку соединили, дальше пошли, дальше пошли. Вот наше облако, например. Если это у нас с крыши нависает снег, вот, например, снег, то мы его можем дать где-то потолще, обратите внимание. Вот так. Даже можем здесь характеристику такую дать. То есть мы стараемся играть нашей линией. Вот если мы рисуем здесь бревнышки, то мы где-то их можем пунктиром показать. Если нам нужно сделать бревнышки, мы можем вот такими элементами дать здесь, в этом краю. Если это, например, из трубы дым идет, то мы берем его изящно, тоненько, тоненько, толще, тоненько, толще. Вот это тоже нам нужно учитывать. И таким же образом у нас будет разживка на наших деревьях. Так вот я сейчас покажу вам дерево. Вот, например, применяем березу. Переворачиваем лист бумаги. Пожиже красочку берем. И очень тоненько, в шахматном порядке, рисуем веточки. Видите, шах... А потом на каждой веточке еще шахматный порядок. И тогда у нас будет очень все изящно. Вот таким образом. Не нужно стремиться нам делать какую-то повислую такую березу. Нам надо, чтобы она была чистенькая, очень красивая. И, конечно же, линия, например... Видите, такая линия около... Линия дороги. И она тоже может иметь такую змеевидную форму. Она может где-то утолщаться, где-то утончаться. И это очень важно. Сейчас мы с вами будем рисовать. Начинаем с вами... Поскольку у меня немножко высохло. Мы рисуем... Кресты. Крестик мы рисуем. А потом мы на крестах поставим обратной стороной кисточки золотые точечки. Одна полосочка. Смотрите, одна полосочка. Маленькая. Вторая по длине и третья наискосочек. Вот так. Смачкалась. Теперь мы рисуем сам храмик. Мы обходим снег. Рисуем сразу здесь. Здесь юбочки можем нарисовать. То есть у нас кисточка все время... Вот так. Снег рисуем. На нашей крыше. Вот так. Заснеженная. Потом у нас будет с вами... Это самое... Окошко, например. Надеемся, что вам понравился урок до этого момента. Вы можете приобрести весь курс, частью которого является сегодняшний урок по ссылке в описании. Мы уверены, что вам понравятся все наши уроки, как в этом курсе, так и в остальных. Спасибо всем, кто решит их приобрести. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. 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 Ваша поддержку Дима Торзок